Первые замеры на наличие опасных кровососов в этом году были выполнены на Сухановском озере и в районе Центра Патриот. Акцент на последней локации был сделан не случайно. Так называемый лазурный берег нужно было подготовить к приему детей. В начале июня он станет местом размещения палаточного лагеря для старшеклассников. Обработка инсектицидами здесь была проведена в первую очередь. Помимо парков и скверов, в числе первоочередных числятся территории образовательных и спортивных учреждений, а также детские площадки. Замыкают список всевозможные уличные газоны. Подрядная компания уже не первый год выполняет работы в нашем городе, обеспечивая стопроцентный результат, поскольку работает напрямую с заводом-изготовителем химпрепаратов. Средство называется Альхон инсектицид. Производится оно в городе Тюмень. У нас есть дочерняя компания, называется Альхон. Завод-изготовитель также находится в городе Тюмень. Средством мы пользуемся более 12 лет. Никаких нареканий ни в каких городах в принципе не было замечено. Рецептура меняется примерно каждые три года. То есть так как клещи адаптируются к химии, поэтому каждые три года проводятся лабораторные испытания. Акорицид опасен только для хладнокровных, коими являются клещи и прочие насекомые. Для людей препарат безвреден, но нежелателен прямой контакт. Поэтому населению следует внимательно отнестись к рекомендациям. В течение суток не посещать обработанные территории. Второй этап дезинфекции будет проводиться через месяц, третий – спустя 45 дней после второго. Это время, как правило, приходится на начало августа, когда созревают дикоросы. Поэтому важно помнить, что вплоть до начала сентября нельзя собирать дары природы с обработанных участков.